Из всего опыта, как Рейна во всем мире, как вы считаете, что помогло коллегам в других странах, может быть, где развивается качество исследований и публикаций, достичь того, что они достигли, и что имеет смысл нам у них подсмотреть? То есть почему ученые на Западе, допустим, придумывают более качественные способы донесения своей информации? Спасибо большое. Может быть, мнение мое частное. Наверное, нельзя сказать, что это мнение от как Рейна организации. Мнение мое как российского гражданина. Мне кажется, что мы с вами пережили очень тяжелый этап, и мы его еще не пережили. Мы переживаем последствия этого этапа, который начался с 90-х годов, когда мы совершенно наивными вошли в тот мир, в котором они работали уже очень давно, но и наработали свои способы устойчивости и противодействия тому, что происходит, когда клинические испытания замалчиваются, утаиваются, к пациентам относятся неэтично. Мы сейчас только, я думаю, начинаем это все вырабатывать, и мне кажется, чем более мы будем открытыми между собой, чем больше мы будем сотрудничать, тем лучше у нас все будет получаться. Еще мне вот с позиции работника университетского кажется, что сейчас вот эта конкуренция между университетами, она тоже мешает. Нам надо объединяться, не конкурировать за то, что мы напишем в статье, что вот это вот от такого университета, это от другого университета, хотя это все требуется, потому что только в прозрачном объединении и действительно в сотрудничестве, что, собственно, находится в названии организации нашей, как Рейновское сотрудничество, есть путь к развитию, путь к позитиву и путь к преодолению. Нам очень много чего нужно всем вместе преодолевать, и здесь, мне кажется, только взявшись за руки это можем делать. Не знаю, удовлетворяет вас, нет ли, конечно. То, что сказала Лилия Евгеньевна, очень важно, но у меня другой, немножко другая, более частный подход. Я хочу сказать, что давайте просто-напросто начнем смотреть, начнем с себя, и когда мы публикуем статьи, когда мы смотрим что-то, откроем консорт, требования консорт по описанию клинических исследований в публикациях, и просто пройдемся по чек-листу и сверим, что есть в нашей статье и чего есть в требованиях консорта. Это элементарно. Когда я на своих занятиях и прошу слушателей это сделать, они очень удивляются. Потому что они считают, что статьи хорошие, а начинают проходить по пунктикам консорта, и понимают, что половины того, что там написано, в наших статьях нет. Да, конечно, но здесь очень много этических проблем. И нам нужно в этом нашем обществе жить и развиваться. Поэтому это нужно все делать сообща, постепенно. Это должен быть процесс. Процесс, процесс, процесс. И, наверное, молодежь, как вот Елена говорит, она будет двигателем этого процесса. Она будет свободна до некоторой степени от разных наших уже условностей. Коллеги, еще вопросы? Пожалуйста, краткий вопрос. И, пожалуйста, краткий ответ, иначе мы не успеем все вопросы обсудить. Спасибо большое за прекрасные презентации. У меня, наверное, практически такой вопрос. Вот я, допустим, захотел... Я давно хочу написать систематический обзор, качественный. Именно который был бы одобрен как окраиновский обзор. Потому что много систематических обзоров, подавляющее большинство некачественных. Насколько я могу судить, анализируя по обмете, статьи читая. На какую помощь я могу рассчитывать от Кокраин-Россия при написании систематического обзора в плане менторства? Спасибо. Просили сюда подойти. Я быстро отвечу. Если... Вот Екатерина Викторовна, может быть, продолжит. Прежде всего, нужно вам определиться с темой вашего обзора. И с этого нужно начать. И здесь Кокраин-Россия поможет вам связаться с той конкретной группой какраиновских систематических обзоров, которая за это возьмется. Потому что нужно очень четко представлять себе, что есть смысл делать какраиновский систематический обзор, если он ответит на важный для здравоохранения вопрос. Пусть он будет важен только для российского здравоохранения, но он важный. И это нужно обосновать. То есть нужно пройти этап регистрации названия. Здесь мы вас можем вывести на эту группу, полностью помочь вам с этим. И когда вы с группой закрепитесь, дальше вы можете быть в свободном плавании, а мы можем, скажем так, на нашем языке более, может быть, неформально продолжать вас поддерживать. Но группа будет вас поддерживать. В чем сила какраиновского сотрудничества? Поэтому, пожалуйста, все наши данные есть. Обращайтесь, мы все сделаем. Еще вопросы? Разрешите, тогда вы пока думаете. Я задам несколько вопросов. Ну вот по поводу номера UTN. Скажите мне, пожалуйста, ведь, как правило, когда мы видим публикации, там другой номер указывается. По-моему, этот номер с Clinical Trials Go. А почему номер UTN не указывается до сих пор? Это к вам. Да, я поняла. Я поняла. Не уходите мне за несколько вопросов. Да, да, да. Я думаю, что, наверное, я не имею достаточного уровня экспертизы, чтобы суметь правильно ответить на этот вопрос. Это, я думаю, проблема с одной стороны тех медицинских журналов, которые публикуют эти статьи. И с другой стороны, это проблема еще развивающейся концепции использования этого номера. То есть вот совокупность этих двух процессов, наверное, пока дает нам ту ситуацию, которую мы имеем. Но это то движение, в направлении которого идет весь мир. Поэтому я думаю, что позитив должен быть. Не знаю, удовлетворяет вас такой ответ или нет. Да, но там журналы все практически американские, поэтому они предпочитают американский регистр регистрации, а не регистрацию ВОЗ. Да, здесь должна сказать следующее. Американский регистр является, конечно, лучшим в мире. Clinical Trials.gov. И если вы посмотрите на содержательные критерии, имеющиеся там, их больше, они более детализированы, чем на ICTRP, Всемирной организации здравоохранения. Но у регистра Всемирной организации здравоохранения есть задача помогать странам. Мы с вами, я попыталась показать, мы посмотрели, насколько пока наш отечественный регистр не дотягивает даже до минимальных требований. Это минимальные требования, ВОЗовские требования, минимальные требования к национальным регистрам. И в этом задача ВОЗовского регистра. Когда будет преодолен этап, и все национальные регистры, будет полная сеть, они будут дотягивать до этих требований. Там можно будет повысить дальше планку до Clinical Trials.gov. Вот, я думаю, сегодня такая ситуация. Спасибо большое, Оля Евгеньевна. Еще один вопрос к вам. Вот сделали вы отчет, допустим, для Минздрава Российской Федерации о том, что их сайт ГРЛС не соответствует стандартам. Очень сложный вопрос. Да. Политически, может быть, неграмотный, но тем не менее. Есть ли какая-то рекомендация от Кахринского центра о том, что нужно изменить сайт ГРЛС с точки зрения регистрации клинических исследований? Да. Спасибо. Совсем недавно, в конце мая месяца, завершилась в Женеве. Были представители нашего федерального Минздрава, и им, секретариатом, и, в частности, Каролиной Жуков на русском языке была представлена презентация, примерно вот эта, о Международной платформе регистрации клинических испытаний. Был проявлен большой интерес и было официально заявлено, что следующим шагом должна быть конференция в Москве или встреча в Москве, где будут обсуждаться возможности. Поэтому, я думаю, что этот шаг уже сделан. Он уже сделан прямо от штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения. И мы, как Крэйн Россия, несомненно, поможем и надеемся, что Минздрав нас пригласит к участию. Еще один вопрос. У нас всего несколько минут, но, тем не менее, постарайтесь не ответить. Несколько раз сказали, что публикации не делаются, материалы замолчиваются. А скажите, пожалуйста, есть ли какое-то предложение у Крэйнского центра, где публиковать результаты исследований, которые не получились, которые, допустим, не смогли включить достаточное количество пациентов, которые по каким-то причинам полностью не состоялись, но были заявлены. Какие журналы заинтересованы в публикации таких материалов? Да, это очень важный вопрос. Спасибо большое, что вы его задаете. И он, опять же, на мой взгляд, очень связан с нашими реалиями. Сила регистра ВОЗовского, большая очень сила, так же, как Clinical Trials Gov, что в самом регистре результаты их, вот как мы в презентации сказали, выжимка, она уже публикуется. И это уже публикация. К сожалению, эта публикация не является той публикацией, которая любому из нас, как академическому работнику, будет засчитана куда-то там в критерии, в импакты и в прочие мерки, по которым нас равняют. Поэтому мы с вами будем стремиться к публикациям. И сейчас пока с нашими журналами ситуация, на мой взгляд, достаточно сложная, как руководитель аспирантов. Я могу сказать, что сейчас в российских журналах, в которых раньше можно было, сейчас труднее стало всё с этим. Но я думаю, что вот сейчас нам очень важно, чтобы у нас появились новые журналы. И сейчас очень большую работу проделывает «Эковектор». «Эковектор», он сейчас многие журналы, как я знаю, содержит, но я это знаю на примере казанского медицинского журнала, оказывается, очень многие московские, центральные журналы. И идёт очень большая работа в этом направлении. Поэтому я думаю, что здесь большие перспективы впереди, и над этим очень много нашей позитивно настроенной общественности работает. А вот, Лилингей, а за рубежом как постоят дела? Там есть журналы, которые публикуют такие исследования? Да, есть. Вы знаете, даже из нашего опыта, я знаю, что легче и быстрее опубликоваться за рубежом, чем попытаться в наши журналы. Но мы в наши должны, аспирантам надо, чтобы в «Эковский» был список. Спасибо большое. И, может быть, одно предложение ещё. Если есть вопросы, пожалуйста, есть вопросы или нет вопросов? Ну, тогда ещё, может быть, одно предложение по поводу наших отечественных журналов. Елена Владимировна, Вы сказали очень много вещей, что наши отечественные журналы, базы и лабрии не соответствуют многим вещам, поиску, и ничего с ними сделать. Не надо вставать, это только предложение всего лишь, не соответствует поиску. Но ведь на самом деле этим журналам, как «Эковский центр» не сделал необходимые предложения, или не просто не сделал какой-то публикации для того, чтобы мы все предоставим, а чему они должны соответствовать. Ведь каждый журнал сам себе составляет, как он видит, как бы они, понимаете, собираются в группу людей и выставляют требования. Тем более, что часто научный комитет журнала, он не знает технических требований. А люди, которые техническими требованиями занимаются, они часто впервые пришли в эту область. Если бы была какая-то публикация или какие-то рекомендации, опять же, какая-то статья, это было бы полезно всем журналам, тогда, возможно, они воспользовались бы этим материалом для того, чтобы в будущем их сайты и все, что связано с публикациями, соответствовали тем критериям, которые необходимы, и чтобы вам было легче работать в том числе. Я думаю, что Елена Владимировна не может удержаться, не ответить. Я тоже хотела два слова сказать, если можно. Извините, пожалуйста. Ну, значит, публикации по поводу качества публикации, они в течение 20 лет, я вам могу дать спаз. Нет, техническая сторона, что поиск не позволяет сделать. А, что поиск не позволяет сделать? Ну да, таких публикаций нет. О требованиях вот этого международного общества. Просто наши журналы не входят в международное сообщество журналов, редакторов журналов по медицинским... Так включите их туда. Они должны сами проявлять характеристики. Так вы же им помогите включиться, они же не знают, как это сделать. Мне кажется, это очень ценное предложение и пожелание. Спасибо большое. Давайте мы попробуем. К сожалению, как Рейн России на базе Казанского федерального университета, очень мало ресурсов. На нас мало, но мы в тельняшках, и мы будем рассчитывать на объединение усилий с тем, чтобы обратиться к журналам. У нас на сегодня есть опыт работы с казанским медицинским журналом, где мы опубликовали консорт, где мы движемся к этому. С нашим ректором медицинского университета, главным редактором. Мы опубликовали также в журнале PLOS статью Agree, где мы подробно описываем и library. И вот, ну, правда, это всё на английском языке, да, вот из этого опыта. Можно посмотреть, поиск там можно проводить. Очень неплохой поиск в library, но он другой, он не соответствует вот тому, что принято, да, то есть вот мы двумя разными путями начали развиваться. Поэтому, наверное, путь-то он где-то на стороне гармонизации, и то хорошее, что есть в library, чего нет в пабмет, наверное, тоже утратить нельзя. Но вот, да, спасибо большое, это очень ценно. Если вы нам поможете в этом, то мы будем очень благодарны. Продолжение следует...